Смерть пятимесячной девочки стала для жителей дома настоящим шоком. По словам соседей, в тот вечер они слышали из квартиры плач ребенка. А потом все стихло. Родители на вопросы отвечают скупо. Не расскажите, что произошло вчера? Ребенок просто задохнулся. По предварительным данным, малышка долгое время не могла уснуть. И отец накрыл ребенка одеялом. Подойдя к кроватке, через пару часов мать обнаружила, что девочка умерла. Эту версию подтверждают и соседи. Она заплакала. Якобы он положил на тряпки. Жену из комнаты выгнал. Не ходи. Сами из квартиры ушел. А потом она зашла. Она была мертвая. По словам жильцов, дома отец малышки славится дурным характером. На этих кадрах мужчина бьет битой дверь соседки. Якобы за то, что она отказала ему в ухаживаниях. Александр утверждает, он избивал и своих сожительниц. У нас стоит бедняжка без обуви, босиком в носках, в шортах вроде бы она была и в футболочке. Ее все вот так вот. Я говорю, что опять избил и сбил. Он говорит, убежала. Дочка там была. Дочка еще два месяца тогда была. Я милицию вызвала. Запустила ее домой. Милиция приехала. Он так и не открыл. Со слов соседей, они неоднократно обращались в правоохранительные органы. Все знали прекрасно. И милиция знала все об этом. И опека знала. Он не с первой с этой женщиной. Он их бил постоянно, этих женщин. После смерти ребенка главу семейства забрали на допрос в полицию. Прокуратура города организовала проверку. Прокуратура в ходе назорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, отдельно будет дана правовая оценка деятельности органов всей системы профилактики. И сегодня же стало известно, что согласно результатам вскрытия, смерть малышки не носит криминального характера. Обвинения отцу предъявлять не будут. Мужчину отпустили домой. Теперь они, супруга, готовятся к похоронам дочки. Анастасия Граули и Николай Косарев. События ОТВ.